МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской области на даденном момент зафиксованы 10 выпадков заражения коронавирусной инфекцией. Один пацієнт выписаны, 9 проходят лечення. По усіх выпадках вызначены контакты першого узровню. Яны шпиталізованы у стаціонары. Заколом контакта у другого узровню установлено медицинское назирання. Так, два опошнія выпадки с попереднім диагнозом коронавирус зафиксованы у супрацовніка у Гомельской здюшар номер 4. Гэта людзі зліку контакта у першого узровню. Медицинские і эпідемічні службы спрацавалі по установленым алгоритмі. Проведіли соответствуючі дезінфекційні мероприятия не тільки по ДЮЖ-4, но і там, де регістрірується дані случаї. Паэтаму ніяких трівог у работаючих, пребываючих, посіщаючих дане учрідження не должно бать. Так само медики нагадуюць, што тая, хто вертаецца за мяжі, повинны притримлювацца самоізоляцією мінімум два тыдні. І гэта не просто парада, а потрабавані законодавства. Парушені прадуглеживає адказнаць. Усувізі з непростой эпідеміологічной ситуацією медики рекомендуюць обмежаваць наведвані поліклінік. При необходності у рача можна викликаць на дом. Так само дистанційна можна заказаць необходне лекі. Разом з тим, медики настойліва рекомендуюць пастаянна контролюваць артеріальний тіск, а так само не спыняць прийом лекаў, рекомендаванных у рачом. Осабліва гэта тычыцца людзей сталага узросту. При гэтым наведваць поліклініку не обовязкова. Можна звернуцца у регістратуру па таліфоні і викликаць у рача на дом. Калі праісті ве установлені абходна, заховаць пэлныя меры бяспекі. Выкарыстоваць маскі і апрацоваць руки антисептыкам. Йо містості з їм ёсць ве усіх поліклініках, пра шым яны установлены ў зручных для людзей місцах. Так само па таліфоні можна выписаць необходныя лекі. Их пранясуть памочнікі у рача, ці зробець необходныя спасылкі ў електронных медыцинських картках. Усю необходну інформацію можна отримаць на сайте Гомельской центральній гарацькой поліклінікі. Поліклінікі работаюць в плановом режимі, таких серйозных изменений в нашій роботі не праізошло. Но с учетом эпидобстановки все-таки не совсем у нас простой. Введен масочный режим. Мы заботимся о своих пациентах с той позиции, что разделяем потоки температурящих пациентов. То есть организован отдельный вход для пациентов с температурой. И в регистратуре при вызове рекомендация настоятельно вызвать доктора на дом. Также мы заботимся о том, чтобы пожилые пациенты все-таки по плановым поводам ограничили свои посещения в поликлинике и могли эту помощь получить на дому. То есть по телефону в регистратуре пациент может абсолютно любой заказать себе выписку рецепта на те препараты, которые уже подобраны, и пациенты принимают их на постоянной основе. И помощник врача несет эти рецепты, готовые домой. Также в настоящее время есть у нас прекрасная возможность получить рецепт в электронном виде на электронную карту, которую имеют все пациенты на руках. И надо сказать, что если кто-то вдруг из пациентов не получил эту карту по какой-либо причине, ее можно заказать по телефону в регистратуре. Совет Министра упринял постанову номер 184 от 30-го саковика с 2020 года об часовых мерах по стабилизации ситуации на споживецком рынке, поведомили Белтау при службе Урада. Министерства облаканками и иншая дяжа организации, подпродкованные Ураду, повинны не допускать росту отпускных цен и тарифов на товары и послуги выше 0,5% что месяц. Так само им треба забеспечить поставки вырабляемой продукции в розничную гандлевую сетку под потребность внутреннего рынка. Юрособам усих формов уластности и ИП, которые ожидают вытворность и реализацию товаров на внутреннем рынке, або оказывают послуги, так само варто не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% что месяц. Рост высшей установленной мяжи допускается только по узгоднению с комиссией по пытаниях державного регулирования ценоутворения при Совете Министров. Постанова дейничая до 30 червя 2020 года. Белорусский металлургический завод экспортировал около 2,2 млн тонн металлопродукции на сумму больше за миллиард долларов в минулом году. Продукция БМЗ была запотребована в 65 краинах. Лидирующие позиции в региональном размерковании экспорта взяли краины ЕС, Россия и Африка. По выниках двух месяцев 2020 года в пятерку ключевых импортеров белорусской металлопродукции вошли Россия, Германия, Польша, Литва и Нидерланды, помедомили на предприемстве. БМЗ открыты до тесного взаимодействия со споживцами за довольнение их попыту. Гэтые факторы у комплексе с иншими пропорционно отбиваются на индексе споживецкой лояльности клиентов. По выниках работы 2019 года гэтый показчик склав омаль 86%. Те плюс 4,5% в сравнении с 2018. Гэтый самый высокий выник за весь час проведения доследований. В Беларуси начался прием заяв для удела в национальном конкурсе предпринимательских годов по выниках 2019 года. Жадающие принять удел повинны накеровать их у мясовые органы выконавчей влады. И они принимаются до 1 червя. В делу конкурсе бесплатно и все лета заявилась новая номинация выключена для ИП – эффективный индивидуальный бизнес. Так само поширились махчимости у делу буйного бизнеса у номинации «Стабильный поспех». Сертификат о проходжении держ техогляду больше не треба предъявлять супрацовникам ДАИ. С первого красавика документ скасованный указом президента номер 492. Зараз водители обовязаны иметь при себе только дозвол на допуск до дорожного руху. Его будут выдавать на станциях техогляду. Працуя гэта норма только для физичных особ. Юр-асобы по раннейшему будут отримливать сертификаты. Зарабить каникулы цікавыми и безопасными – такая задача стоит перед организаторами школьных оздоровленочных лагеров. Как эту задачу выращаются в Брюлевской средней школе, ведают наши корреспонденты. Брюлевская средняя школа – это около 300 наученцев. Правда, сейчас тут всего 28 детей, которые подчас каникулы наведуют девчатки при установке оздоровленочных лагер. Программу распроцовывали с уликом того, что это школьники первого-пятого класса, которые, с одного боку, не урымсливые, а с другого – очень интересные. С этой нагоды в Центре творчества Гомельского района взяли несколько костюмов указочных героев и организовали так называемые тематические прогулки с элементами спортивных спооборництвов. Мы хотели бы создать для этих учеников самые оптимальные, самые благоприятные условия. Каждый день организуются спортивные игры на воздухе. Также проходят различные тематические беседы по здоровому образу жизни, по гигиене, о том, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Потому что очень важный аспект нашей жизни – это, безусловно, безопасность детей. И на это у нас все направлено. Значная увага тематичным заняткам. На этот раз их присвятили здоровому ладу життя. Харчевание и здоровье – это веселая познавальная гульня. На протягу прикладной годины школьники разом с наставниками выводят формулу здоровья. Чему необходимо уживать моркву, на кольки корыстные цибули и чеснок, где утримливается витамин С. Теперь они доброведуют, что уживать у ежу, а от чего лучше отмовиться. Лимон, апельсин, яблоки, груши, тыквы, морковка, капуста, помидоры, огурцы, лук, чеснок. Особливая увага в работе школьного лагера – профилактицы простудных и вирусных захворываний. Причим, это не только уборка по мешканию. Необходно научить детей самим заховывать меры безопасности. После закончения занятки они спробуют еще раз узгадать отриманную информацию. В целом можно сделать вывод, намагания наставников даримными не оказались. Следить за своим здоровьем, мыть руки, умываться, чтобы не заболеть, пить кипяченую воду, чистить зубы. Ну, вроде все. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». Талиновитый мастак и наставник Жахар Калинковича Рыгор Сафронов долгие годы занимается мастатством и навыкшением детей. Его картины находятся у приватных коллекциях, а выпускники отримали популярность у многих краинах света. С творчим педагогом состроился Дмитрий Котов. У Рыгора Сафронова свой уникальный творчий поширк. Его манеру письма досыть складано вызначить. Мастаков ровные меры близкие кубизм, импрессионизм и сюрреализм. Вот, например, картина «Рождение художника» – это сюрреализм. Я попытался рассказать через предметы, рассказать самочувство рождения художника. После того, как Рыгор Сафронов реализовался бил якости мастака, он зрозумел, что важно так само поделиться своим мастерством с иншими. Бо любому творчему дитяте потребен досвеченный советник, який будет допомагать развивать его сдольности и мастатский густ. Таким советником и стал Рыгор Сафронов для калинковицких детей. Изначально я рисовала с самого детства. Это было что-то вроде простого увлечения. Но потом это заметили мои родители и решили это как-то более официально оформить и отправили меня в художественную школу. Я этим занималась, у меня не было каких-то серьезных мыслей. Но когда появился Григорий Данилович, он стал каким-то моим вдохновляющим моментом и как бы потолкнул меня заниматься в дальнейшем сфере дизайна. У Калинковского центра народной творчести Рыгор Сафронов створил студию «Коляровые оловки». Назва была обрана не выпадкова. Задача стояла – подтримать национальную культуру. Вот уже долгие годы студия выявленного мастерства допомагает раскрыть мясцовые таленты. До речи, за час ее иснования больше за сотню выпускников связали свое житие с мастерской творчеством. Здесь мы находимся в студии образцовой изо-студии «Коляровые оловки». В данный момент здесь занимается младшая группа студии «Вдохновение» во главе со Светланой Михайловной. Ребята, которые заканчивают эту изо-студию, подрастая, приходят в образцовую изо-студию «Коляровки» уже старше, после 13 лет. И мы продолжаем с ними занятия. Готовимся к поступлению в вузы по художественному профилю, дизайнеры, педагогические вузы и так далее. Многие поступают, но большинство, конечно, остается в душе художника и выбирают многие другие профессии, но это остается навсегда. Ригор Сафронов разом со своими вучнями постоянно организовывая разные выставы на территории Гомельской области. Как суместный наставник в учень, так и ауторский особных наученцев. Здесь представлены работы образцовой моей ученицы, ученицы образцовой изо-студии «Коляровой ловки» Бобрович Дарьи. В основном это графические работы, которыми она будет поступать в институт в Витебске. Она будет дизайнером. Долгие годы Ригор Сафронов умело сумешал в себе две выявы, мастака и наставника. И в некий момент начал задаваться вопросом, кто же он все-таки по призначению. До глубины боли в душе хочется идти пописать, но ты понимаешь, что есть новое поколение, те же Полина, та же Даша, которые тоже хотят научиться и которым я могу отдать. Мне когда-то некому было это рассказать. Понимаете? И это тяжело, когда приходилось учиться, как я рассказывал про Сурикова, учиться по книгам, которые я скупал, даже студентам, может быть, даже недоедало покупал книги. Сейчас можно зайти в компьютер, мы работаем с интернетом, мы заходим сразу же в какие-то соцсети, какие-то загугливаем в интернете. И сейчас свободнее все. А тогда надо было купить книгу, на ней смотреть, учиться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Сегодня во всем свете означается незвычайное свято. День смеху. Первого красавика люди традиционно жартуют и лазят розыгрыши близкими коллегам. Продемонстрировать свое почутствие гумора гомельшанам пропонуют в Центре инклюзивной культуры. Установа организовала интернет-конкурс гумористичных видороликов «Воронин Оскар». Работы принимаются до десятого красавика. Хронометраж ролика не повинен перевышать трех хвилин. Дослать видео треба на электронный адрес. Выники конкурса подведут с 13-го красавика, призеры отримают с дипломы и подарунки. Центр инклюзивной культуры проводил фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона». Но так как сегодня положение у нас непростое, мы решили перейти в онлайн и провести один из форматов конкурса – это «Воронин Оскар». Видеоработ юмористического формата до трех минут. Поэтому можно присылать видеоработы, мы оценим и, конечно же, поощрим призами. Это и другие новины, информацию о проектах Телерадо и компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Почти 44 тысячи белорусских рублей – такова сумма вреда, причиненного природе браконьерами из Реческого района. Сотрудники природоохраны Светлогорского района совместно с Реческим РУВД задержали двух мужчин, которые вели незаконную рыбную ловлю. Браконьеры при помощи сетей общей длиной около 400 метров выловили 75 килограммов рыбы. Реческим районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Несмотря на установленный период запрета на лов рыбы, инспекциями Гомельской области ежедневно выявляются различные правонарушения на наших водотоках и водоемах области. И с начала периода нереста уже выявлено по Гомельской области пять правонарушений с признаками уголовно наказуемых деяний. Гомельская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о существующих ограничениях на рыбную ловлю. Они продлятся до 18 мая. За три месяца текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. Во всех этих случаях не обошлось без травм. Ежегодно в весенний период обостряется проблема травматизма водителей мотоциклов и их пассажиров. Во избежание аварий с 1 апреля госавтоинспекция проводит на территории региона профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Госавтоинспекция с 1 апреля проводит комплекс профилактических мер под названием «Мотоциклист», который направлен на профилактику, совершение нарушений водителями мототранспорта, а также совершение ДТП с участием их. ГАИ призывает водителей мототранспорта соблюдать необходимые правила безопасности и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения. Проверили места, в которых плохо лежат вещи. В Брагине работники МЧС провели рейд по гаражам и пристройкам, расположенным на частных территориях. Повод – захламленность и ненадлежащее хранение горючих материалов. Со слов инспекторов, часто люди не уделяют необходимого внимания порядку в гаражах и сараях, что нередко приводит к пожарам. Бывает, в пристройках возле дома складируют баллоны с пропаном, отработанные масла, топливо для заправки машин и другие горюче-смазочные материалы. В случае попадания огня или искры все это подвергает опасности хозяев и их соседей, особенно в пожароопасный период. В Гомеле милиционеры пытаются найти мужчину, который может быть причастен к совершению хулиганских действий в универмаге Гомеле. Вот фотография этого человека. Если вы знаете, кто он и где его искать, то правоохранители просят сообщить об этом в милицию по номеру телефона прямой линии 102 или непосредственно в райотдел по номеру, который сейчас вы видите на экране. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Габрилев. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. Гомельская зюшор номер три по водному полу на протяжении почти полувека является главной кузницей ватерпольных кадров для Беларуси. В 80-х годах минувшего века гомельчане становились призерами первенства и молодежных игр Советского Союза и входили в ряды сборной страны. В период суверенной Беларуси лидирующих позиций также не оставили. Воспитанники спортивной школы, многократные победители и призеры Кубка и Чемпионата Беларуси среди взрослых. Первенство Олимпийских дней молодежи среди юношей. В начале 90-х годов Гомель из пловчих сформировали и женскую команду. Она также начала показывать результаты. Количество титулов гомельчанок близится к двум десяткам. Спортсменки составляли костяк сборной страны. Заслуженный тренер Беларуси Валерий Шилов приложил руку к главным успехам гомельских ватерполистов. В спортшколе он старожил, тренируясь с 1979 года. По его словам, исключительно спортивные результаты никогда не ставились во главу угла. Воспитание, развитие лучших качеств детей и подростков – главная задача. В водном поле физических данных мало, необходима еще и смелость. Развивает общая физическая подготовка. Вы, наверное, видели, когда выходят ватерполисты где-то на каких-то чемпионатах мира и Европы. Вы видели, какие они все атлеты под два метра? Во-вторых, там очень сильная развита выносливость. Вот представьте, что это не просто плыть тихонько по воде. Тебя никто не трогает и не брызгает. А это ж тебя там цепляют и за плавки, и за руки. Терпеть не будешь, не будет терпения, ты проиграл. Слабый – он сразу пропадет. Он не будет играть. Он только раз-два ему ударят где-то тихонько, и все. И он скажет, я больше туда в воду не залезу. Просто держаться на воде около часа во время матча – и так задача непростая. При этом нужно еще и играть, отрабатывать в атаке и защите. И это все на фоне постоянной контактной борьбы с соперниками. Далеко не каждый выдерживает нагрузки. Но те, кто остаются в водное поло, буквально влюбляются. Просто занимался раньше плаванием, потом решил пойти на водное поло. Занимался с мячом, борьба. Мне предложили поиграть в водное поло пару раз. Мне понравилось. Мне нравится играть с командой. И то, что все тебя понимают. То есть это команда-игра. Мне она очень сильно нравится. Сейчас в спортшколе занимаются чуть более полутысячи ребят. В этом году возобновили набор девочек. Сформированы две группы. Со спортсменами работают 15 тренеров. За плечами у каждого богатый игровой и тренерский опыт, который помогает не сдавать позиции. Тренеры у нас, в общем-то, все. Средний возраст у нас где-то 45 лет. Восемь тренеров у нас женщины. В основном это тренер, которые сами играли, сами принимали участие в чемпионате Европы. Много международных соревнований уже пройдено. Также являлись чемпионами Республики Беларусь. И мужской состав тоже 7 человек. Самому младшему в этом году тренер у нас пришел. 20 лет ему исполнилось. Тоже человек, который в свое время выиграл Олимпийские дни молодежи. Поэтому все тренеры с историей. Гомельская зешор номер 3 по водному полу продолжает оставаться главным поставщиком спортсменов в национальной сборной страны различных уровней. Ежегодно несколько перспективных атлетов отправляются на учебу в столичное училище Олимпийского резерва. На соревнованиях гомельские ватерполисты всегда в числе главных претендентов на награды высшего достоинства. Чем продолжают славные победные традиции. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.